Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня разберем одну из немало важных тем для иностранцев, которые приезжают на территорию Польши. И разбирать будем сегодня такую тему, как создать успешное резюме, чтобы подняться на одну ступенечку вверх здесь на территории Польши и не заниматься уже тем, чем мы не любим, либо не хотим, а развиваться именно, может быть, даже по специальности, по должности. В общем, если вам это интересная тема, то продолжайте смотреть ее дальше. Я знаю, что в наших странах не очень сильно популярно создавание резюме. Но если вы хотите приехать в Польшу либо же в другую страну Евросоюза, то помните, что резюме – это ваша визитная карточка. И так как вы создадите свое резюме, так к вам будут и отвлекаться работодатели. Одно из немаловажных пунктов в резюме, о котором я хочу сразу же оговориться в самом начале, это для того, чтобы создать успешное резюме, вам нужно его создавать под вакансию. То есть, если вы ищете, например, на должность менеджера по продажам, то в никаком случае вы не должны указывать, что вы работали в Польше, здесь как уборщица начинали, либо же там работник по производству каких-то мелких деталей. Это будет первая и самая большая ваша ошибка, на которую не каждый работодатель захочет обратить на это внимание. Конечно же, на данную вакансию, в роли менеджера, работодатель ищет такого человека, который максимально бы подходил по данной вакансии. Поэтому перед тем, как начать его создавать, задумайтесь, что вы хотите указать, как вы хотите и в каком формате. В Польше очень много создано разных креаторов, типа это создатели резюме. Резюме по-польски это CV, поэтому когда я вам иногда пишу, что вам нужно создать CV, то это означает, что я вам говорю, что вам нужно создать свое резюме. Также в Польше бывает, что на рынке труда очень много международных компаний. И для того, чтобы попасть на такую вакансию, хорошую, то вам нужно будет создать резюме в английском языке, плюс прикрепить к нему мотивационный лист. Это очень часто и очень популярно в практике, поэтому если вы ищете более высокую, высокооплачиваемую уже должность, и вы знаете в своих способностях, то в зависимости от данной вакансии вы создаете на том языке, на котором требуется резюме. То есть, если это, например, Амазон как в Гданске, то здесь очень часто бывает, что требуются люди с сознанием немецкого языка. Поэтому и резюме ваше лучше всего создать в двух языках, одно в польском, а другое в немецком. И отправлять. Когда вы аппликуете свое резюме, точнее, высылаете свое резюме, то там уже указано, что вам нужно будет прикрепить CV в языку ангельским, например, либо в языку немецким. Поэтому читайте внимательно каждую вакансию, которую предоставляет интернет, и подбирайте уже свое резюме под ту вакансию, которую вы ищете. Конечно же, если мы говорим с вами о таких вакансиях, должностях, точнее, где уже нужно приходить в офис, либо же работать с людьми, вы должны сами осознавать такую ситуацию, что вы должны знать здесь польский язык. Не только в разговорной речи, но и в письме. Это очень-очень тоже важно. Плюс вы должны понимать, на каком основании вы находитесь на территории Польши, потому что часто международные компании, то есть компании уже высшего уровня, они не всегда знают, как трудоустроить иностранцев. Поэтому лучше всего, если вы отправляете свое резюме на такую вакансию в международную компанию, то желательно уже знать, что вам требуется. То есть, если вас пригласят на собеседование, то вы должны будете четко сказать, что я иностранец, и, например, я нахожусь здесь на основании визы годовой, и мне нужно, например, ошведшение на полгода, либо же зазволение типа А. Чтобы работодатель в ту же сторону, в обратную, точнее, сторону, понимал ситуацию, стоит ли вас нанимать, это раз. А во-вторых, он будет понимать, что вы компетентны в этих вопросах, и можете разбираться по поводу вашей легализации, можете ему объяснить, помочь. Потому что иногда даже работодатели говорят, что нет, я не хочу этим заниматься, но если иностранец настоит и скажет, что я знаю, как, например, подать мне документы, я могу заполнить те же внески, вы только подаете, оплатите, и всё как бы, то чаще всего работодатели идут в положительную сторону, то есть идут вам на руки, и помогают с документами. Поэтому самое главное, изучайте вашу легализацию. На моём канале безумно много таких видео. Мне кажется, вы уже почти каждый из вас становится специалистом в этой сфере, потому что до такой степени разжёвывать любую тему, ну, уже грех не знать, на основании чего вы здесь находитесь. Поэтому перед подачей резюме в какую-то более такую серьёзную фирму, компанию, то подготовьтесь самостоятельно, либо же напишите своим знакомым, либо же мне, узнайте, на основании чего вы претендуете здесь, на территории Польши, то есть какие ваши дальнейшие этапы по поводу легализации и трудоустройства. Возвращаемся к теме резюме, к успешному резюме. Самое первое, это и важное правило, ваше резюме не должно быть огромным, большим. Максимально это две страницы. И то, желательно даже иногда всё умещать на одной странице, чаще всего это бывает полторы страницы, и это нормально. В принципе, не нужно там расписывать в резюме вообще, куда вы ходили, зачем брали и что делали. Конкретно должны быть указаны дата, становиско, город, звание компании и два-три предложения, что именно вы там делали. Желательно также не расписывать ваше досье полностью, если вам там, не знаю, 40 лет и ваше досье с 92-го года. Этого не нужно делать. Очень важно указать самые такие основные вакансии, должностях, на которых вы работали. В основном это где-то 5-6 вакансий, и этого будет достаточно для того, чтобы найти либо же подать резюме под ту вакансию, которую вы ищете. Ещё также одним из важных элементов в резюме – это ваша фотография. Потому что последнее время, когда мне присылают помочь резюме, посмотреть, прочитать его, как оно выглядит, то ваши фотографии меня просто удивляют. Фотографии с отпуска, фотографии в шапке, фотографии с зимой, фотографии с семьёй. Ну, ребят, серьёзно, вы подаёте документ, это важный ваш документ. Это то же самое, если бы вы подавали на карту временного побыта фотографии для того, чтобы вам потом на самом пластике это было. Но вот резюме – это то же самое. Резюме – это ваша визитная карточка. И как вы себя проявите в этом резюме, так и вас будут потом относиться. Это реально здесь тоже также действует в Польше. Встречают по одёжке, провожают по уму. Поэтому, пожалуйста, делайте хорошие фотографии, вставляйте фотографии без всякого там улыбки от ушей, более серьёзного человека, так как если вы, например, ищете вакансию менеджера, то, понятное дело, там не должен быть шут гороховый, а должна быть серьёзная фотография на, лучше всего, всегда на белом фоне, не на каком-то, не на фоне ковра либо цветных обоев. Желательно при хорошем качестве сделать себе фотографию. Выдлук рода, то есть в соответствии с рода вы можете не указывать ваш пол, вашу религию, но и ваш возраст. Как я вам и сказала, для создания успешного резюме очень также играет роль хронология в последовательности ваших должностей, в которых вы работали, поэтому они должны быть от последнего места работы до самого первого места, ну и очень большую роль играют последних два места для того, чтобы найти хорошую работу. Ну и, конечно же, в конце каждого резюме нужно вставлять клаузу, то есть выражаем сгоды на обработку ваших данных, вы даете согласие, потому что если вы отправляете резюме без клаузы, то работодатель имеет право не рассматривать такое резюме. Поэтому, если вы не вставляли никогда клаузу в резюме и не получали никаких ответов от работодателей, знайте, что он просто не имел вообще рассматривать ваше резюме, звонить вам и назначать встречу. Поэтому для того, чтобы вам 100% позвонили либо же отписали на ваш имейл, потому что это тоже часто бывает, что вас приглашают через имейл на собеседование, то нужно в самом конце давать свое согласие на обработку данных. Также как раз я сказала по поводу имейла, то в резюме очень важно тоже не создавать такие мейлы, например, как непонятного происхождения, там Pussycat2202 либо же мой сладкий зайчик mapo.gmail.com честное слово, это очень смешно тоже звучит и выглядит для работодателя. Создайте, пожалуйста, в Gmail либо, например, в p.pl почту себе именно для того, чтобы с вами контактировались, не знаю, какие-то фирмы, рекламы, может быть, бонусные карты. Создайте отдельную для себя почту специально для Польши. То есть туда будут приходить только, например, с садика, счета, со школы счета, с ясель счета, с квартиры, где будет вам хозяин писать, что вам нужно заплатить за чинс, за свет и так далее. Для ужендов, для карты побыта, ну то есть вот для работодателей. Создайте отдельную почту и поверьте мне, создавайте такую желательно, чтобы это было имя, фамилия и дальше собачка.gmail.ru да, либо там как там делается сейчас. Либо же первая буква имени и потом фамилия. Очень важно, чтобы по сути в вашей адресной почте была указана ваша фамилия. Вот это саможелательно, поэтому создавайте такие почты, которые и вы могли бы запомнить, но и для работодателя это не казалось смешно, как я вам сказала перед этим. Никаких солнышек, зайчиков, пожалуйста, не используйте в почте. Если у вас есть какие-то уменности, то есть умения, например, знания языков, право язды, водительские права, знания, например, программ как Excel, Word и так далее, то это все обязательно указывайте. Если вы получали какие-то сертификаты на территории вашей страны и они подходят под вакансию, которую вы ищете на территории Польши, то тоже указывайте. И если вас, например, пригласят и скажут предоставить такой сертификат, то вы можете его даже перевести у Тумачани Пшищенга, то есть у присяжного переводчика и потом показать работодателю. Это тоже будет играть вам на руку, это будет большой плюсом. Если вы не указываете водительские права, а они у вас есть, это будет маленьким минусом, потому что практически каждая вакансия требует, чтобы были водительские права даже тем работникам, которые сидят в офисе, потому что бывают разные ситуации, может быть, нужно съездить по полуоценю шефа куда-то, поэтому водительские права нужны. Ну и в основном, в принципе, когда вы ищете серьезную для себя должность уже в мировой компании, то чаще всего вам выдают служебные автомобили здесь в Польше, компьютеры, телефоны, это тоже служебные, здесь в этом плане вообще нет никакой проблемы, и очень часто это выдается, поэтому лучше, во-первых, иметь водительские права, а еще самым большим будет плюсом, если они у вас уже переделаны на польские права, и об этом у меня тоже есть видео, если что я вам оставлю ссылочку, вы посмотрите, как поменять ваши права на польские права без сдачи экзаменов, и что касается компьютеров, то тоже нужно уметь владеть компьютерами, ну и плюс телефонов, чем выше уровень компании, тем, конечно же, более качественная и лучшая техника для того, чтобы потом работать. На рынке труда очень много разных сайтов, где можно искать вакансии, есть также разные сайты, где можно найти вакансию даже на русском языке, но вы должны тоже понимать, что если вы ищите в Польше на русском языке вакансию, то это не сразу может означать тот факт, что это прямой работодатель, а не агентство. Я вам оставлю целый список более 30 разных сайтов, где можно найти работу в инфобоксе, не буду сейчас перечислять вам их здесь, потому что нет смысла, когда-то я вам тоже рассказывала, как найти работу в Польше и практически те же сайты такие более-более популярные, они же остались, но есть множество, есть масса других сайтов, где можете также искать работу, поэтому заглядывайте в инфобокс и там найдете более детальную информацию по каждому сайту. На этом у меня в принципе сегодня и все, задавайте свои вопросы по поводу резюме, если они у вас еще остались, надеюсь, что вам немного помогла, подсказала какие-то нюансы по поводу резюме, не бойтесь даже отправлять резюме еще сидя в вашей стране к работодателю, очень хорошо, когда вы, конечно, уже будете находиться здесь на территории Польши, имейте уже польский номер телефона, тогда вероятность, что вам позвонят намного будет выше, нежели вы будете сидеть у себя в стране, но все индивидуально, все также зависит от вакансий, от должности, от места работы, от города работы, поэтому для того, чтобы найти хорошую работу, влияет очень много разных факторов. Ну и мне будет очень интересно, кем вы сейчас работаете, кем вы хотели работать, либо, может быть, вы уже нашли себя, нашли свое призвание, напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока.